Давайте посмотрим на статистику стран, где упала смертность от коронавируса. В этих странах, как Объединенные Арабские Эмираты, Кругвай, Чили, Канада, Израиль провакцинировалось 60% населения. В Кыргызстане провакцинировалось меньше 2% населения на сегодня. И люди каждый день продолжают погибать от коронавируса. Оспа, холера, чума, дифтерия, полимелит, корь, гепатит А и Б, столбняк, коклюш, туберкулез. Эти болезни убили сотни миллионов людей по всему миру. Но благодаря вакцинам эти болезни уничтожены полностью или частично. Одна лишь оспа, представьте себе, убила больше 300 миллионов людей по всему миру. И вы наверное видели у своих родителей или у людей, кто жил при Советском Союзе, следы от вакцины, от оспы. В мире больше никто не болеет оспой. И это большая победа вакцин. Теперь мы с вами можем жить до 70-80 лет, а некоторые люди и больше. И это все благодаря вакцинам. К сожалению, в последнее время забытые болезни, как дифтерия, полимелит, корь, снова начали убивать людей, как в мире, так и в Кыргызстане. Родители детей в Кыргызстане все чаще отказываются от прививок. Так, в 2014 году от прививок отказалось около 4 тысяч родителей. А в 2018 году от прививок отказалось уже около 8 тысяч родителей. Сложно назвать главные причины роста недоверия к медицине. Некоторые родители отказываются от прививок из-за религиозных причин. Но история человечества давно уже доказала безопасность вакцин. Сейчас в Бишкеке абсолютно бесплатно прививают от коронавируса. Эта страшная болезнь унесла жизни больше уже двух тысяч людей в Кыргызстане. И люди продолжают погибать каждый день. Единственное, что может остановить все эти смерти, это вакцинация. Коронавирус не исчезнет сам по себе. Вакцинация в Кыргызстане идет чрезвычайно медленно. А пока жив вирус, он продолжает мутировать и находить новые способы заражения и выживания. Все люди делают ради себя, в первую очередь. Потом ради детей, чтобы других не заразить. Чтобы не заразиться, чтобы не болеть. А вам в ВОСЛАПе не присылают всякие такие, которые против вакцинации? Ну, слухи-то разные идут. Ну, все там по-разному. То нельзя, это нельзя. Если слуха верит, я не знаю, тогда. Жить тогда вообще нельзя. Да, по-разному. Слухи-то слухи. Вакцинировались, не вакцинировались? Нет. Нет. А по каким причинам не хотите? Я просто даже не думаю. А вы болели сами, да? Не болели? И не боитесь? Не боюсь. Потому что и я, и коронавирус, это совсем две разные вещи. Мы не знакомы. История показывает и доказывает, что именно благодаря вакцинам уничтожены все большие страшные болезни. И теперь мы с вами люди можем жить так долго, как никогда раньше. Это ваше личное право доверять неизвестному мужику ватсапе или довериться ученым и науке. Напишите нам в комментариях, а вы вакцинировались? И если нет, то почему? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok